Несмотря на все трудности, правительство должно работать, чтобы реализовать все приоритетные проблемы, в том числе по выделению льготных кредитов, оснащению контрольно-пропускных пунктов, выделению дополнительных средств для идентификации животных. В общем, выполнение всех намеченных проектов. А их на сегодняшний день немало отметила Булгазиев. В стране увеличивается количество новых предприятий, в том числе перерабатывающих. Однако, ими не пользуются на должном уровне. Из всего производства перерабатывается только 15%. Говоря о сельском хозяйстве, могу отметить, что этот сектор обеспечивает продовольственную безопасность, и поэтому нельзя допускать неправильные действия в этом направлении. К примеру, с каждым годом увеличивается количество теплиц в регионах. Сегодня по стране более тысячи теплиц. Кыргызстанцы неплохо освоили и систему капельного орошения. На более чем полутора тысячах гектарах используют этот метод полива. Еще одним успешным проектом стало ипотечное кредитование по программе «Доступное жилье». На сегодня кредиты получили 703 семьи на общую сумму 822 миллиона сомов. При этом ставки займов по госипотеке снизились с 12 до 10%. На сегодня в списках участников программы более 4000 человек. «Ну и не без проблем. Рост экономики во многом зависит от активности бизнеса в регионах. Работа некоторых полномочных представительств, правительств в областях оставляет желать лучшего. Я предлагаю сделать некоторым из них замечания, в частности, главе Иссык-Кульской и Баткинской областей». Что касается участия страны в ЕАЭС, то наша экономика растет быстрее, чем в других странах-партнерах, сказал вице-премьер Олег Панкратов. Инфляция у нас зафиксирована практически на нулевом уровне – 0,4%. В то время как данные показатели в России выше, в Беларуси составили 10%, а в Казахстане показатель самый высокий – 14,6%, сказал он. «В рамках ЕАЭС является полная отмена таможенного и фитосанитарного контроля со стороны Казахстана». На территории республики вступили в силу 15 единых требований к продукции, это 15 технических регламентов, и остальные технические регламенты, их всего 35, будет по этапу наступать до 2020 года. Также вступили в силу единые фитосанитарные и ветеринарные требования. И правительством проводилась работа по имплементации новых технических требований в практическую деятельность, в том числе практическую деятельность кыргызских предпринимателей. И все это позволяет нашим производителям расширить свои возможности экспорта за счет уменьшения технических барьеров и увеличения рынка сбыта в странах ЕАЭС». Среди нерешенных проблем открыт вопрос об отмене ветеринарного контроля и признании ветеринарных стандартов. Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Минсельхозу необходимо активизировать работу по разработке дорожной карты. Это облегчит работу по снятию контроля и признанию системы эквивалентной системе стран ЕАЭС. В свою очередь, Джиниш Розаков, отвечающий за безопасность, рассказал, что утверждено 47 участков на кыргызско-узбекской госгранице. По его словам, в 2016 году для делимитации госграницы стороны возобновили переговоры и утвердили график работы на 2017 год. На паритетной основе будут проводиться встречи. Также он добавил, что в прошлом году утверждено более 500 километров кыргызско-таджикской госграницы. В конце заседания премьер-министр Сорамбаджин Беков подверг критике практически всех полномочных представителей в регионах за слабую работу на местах по реализации задач повышения социально-экономического положения страны.